Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня у нас в гостях капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах, который сейчас находится в Украине, в самостийной, тоннозалежной и полностью поддерживает Збройные силы Украины. Привет, Юрий. Шалом, здоровенькие булы. Юрий, вопрос вот какой к тебе, не только как к профессиональному военному, не только как к человеку, который поддерживает Украину, но и как к специалисту, который может оценить все это с холодным расчетом. Вот сейчас поднялся визг в России на тему того, что не дай бог там по Крыму или по Крымскому мосту. Украинцы нанесут удар. Будет судный день. Ну, это айфончик, медвединка, который он все это верещит. Ну, перебрал, наверное, я понимаю, сочувствую. Не, ну, бывает, бывает. Юра, но вопрос такой. У Кремля есть основания опасаться того, что украинцы будут наносить удар по Крыму и по Крымскому мосту? Ну, я думаю, что и вообще, в принципе, они должны опасаться, потому что Украина будет наносить удары. Украина, в принципе, по ним будет наносить удары и наносит по нему удары сейчас. Поэтому это война. Когда ты начинаешь войну, Рейхстаг могут бомбить. Знаешь, когда ты начинаешь войну, даже когда семь стран нападают на Израиль, Синай могут отнять. Это такие вещи, что тебе дают дамы. Война – это такая вещь, что она может поменяться очень быстро. И 48-72 часа могут превратиться в 7 месяцев, 7 лет. И ты можешь проиграть все, на что ты ставил, на что у тебя стояло. Понимаешь, это все такие вещи, они тут непредсказуемые. И потом, если кто-то долбанет по украинскому мосту, то с чего ты взял, что это Украина? Они, может быть, сами это сделали. А вы докажите. А кто это? Это ничего подобного такого не было. Это могут быть белорусские партизаны, это могут быть израильские диверсанты, это могут быть долбов. В чем тут украинцы? Украинцы вообще спали в это время, их вообще там не было, их там нет. Согласен полностью. Но как ты прокомментируешь, с моей точки зрения, поправь, если я не прав, но с моей точки зрения, революционное заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на тему того, что надо помогать Украине, без газа вы обойдетесь. Но если сейчас не помогать Украине, то война придет в Европу. Это прям все обалдели от революционности такого заявления. Как ты считаешь, дошло до мужика или как? Ну, я считаю, что он смотрит мои программы. И уже восьмой год я это рассказываю. Говорю, я, наверное, сработало на нем, что это... Ну, слушай, он же не говорит за себя, он говорит за все НАТО. Это... Он ничего не говорит просто потому, что ему что-то пришло в голову. Он понимает, куда ветер дует. Он понимает, как его клиенты или его клуб требуют чего. И да, я думаю, что они осознают то, что пока что за них дерется Украина. Но рано или поздно им придется вступить в эту драку, если Украине не будет давно. Вот завтра будет опять в Штутгарде встреча страны о помощи НАТО. Уверен, что они опять наобещают очень всего много. Ну, пока что посмотрим, как пойдут. Вот я сейчас ездил по фронтам. Я, в принципе, две недели провел езди по разным передовым в Украине. Я наблюдал разные картины. И, конечно же, многие из них говорят, ну, подождите, вот американцы говорят, что они дают оружие. Европейцы говорят, что они дают оружие. Что этого у нас всего много. А мы этого не видим на фронтах. Мы не видим. У нас нехватка машин, нехватка скорых помощей, найду, тепловизоров, ночного видения, прицелов, оружие. Не говоря уже о тяжелом оружии. И вот они меня все время спрашивали, это может быть наши власти, вы все присылаете, они нам не дают. Или это все разворовывается, продается. Знаешь, это тоже идет такая война. Информационные там в России очень хорошо действуют. И есть наши с тобой люди, которых мы только один раз, мне в прошлый раз разрешил упоминать их имена на передачу. В этот раз я не буду упоминать там Швеции и всех остальных. Что они разносят вот эту вот фигню, что в Украине коррупция, это продается и все такое. И вот на фронтах люди тоже начинают это, тоже вносят раздор в Украину. Потому что, значит, во время войны мы защищаем демократию, мы не должны ее практиковать. Сейчас не время критиковать президента Зеленского, его окружения. Не время, не время, потом будете разбираться, когда разобьете врага. А пока что все должны сплотиться. Ну вот это такие действия. Хотя я тебе скажу, из всей этой тусовки, они сидят в Вашингтоне или еще где-то, и все эти эксперты, или даже в Киеве, они на фронтах не появляются. Ну, я тебе скажу такую вещь. Я единственный человек, которого я знаю, который занимался передачей американского оружия в другой стране. Я четыре года занимался передачей оружия в Польше. Это я, вот лично я, был ответственный офицер. Не говорю, что я один, конечно, команды. Но я был ответственный за передачу двух фрегатов, четырех вертолетов и все снаряжение для спецназа Польши. В начале 2000-х годов. Я занимался эти четыре года. Я знаю, как мы передаем оружие. Я знаю, как мы его отслеживаем. Коррупция, воровство, продажа американского оружия, которое мы передали какой-либо стране, невозможно. Невозможно. Нет механизма, которым это можно сделать. Юра, еще раз, медленно и громко повтори эту фразу. На всякий случай я еще раз. Я тебя процитирую, а потом ты повторишь. Воровство, перепродажа американского оружия, которое было официально передано, невозможно. Вот, Юра, пожалуйста, еще раз и медленно это повтори. Для особо одаренных. Для гражданских, для тех, которые вещают, что в Украине коррупция, что оружие, оно не попадает на фронта, потому что на складах лежит, потому что украинские власти его продают куда-то, его воруют. Нереально, невозможно, физически невозможно. Мы отслеживаем каждый снаряд, мы отслеживаем каждый болт. У нас есть огромные организации, частью которых я был, называется ODC, Office of Defense Corporation, которая передает много такого же оружия Израилю, Южной Кореи, Польши, Турции. Турция один из самых крупных таких офисов. Невозможно. У нас есть целые системы, целые схемы отслеживания этого и отчетов. У нас целые организации на это смотрят. Поэтому это не один человек, и не два, и не какая-то компания. Невозможно. Это идут отчеты проверки или перепроверки всего этого оружия. И у нас есть система, я просто не хочу сейчас это говорить, потому что это не надо говорить. Но обойти эту систему или обмануть ее невозможно. Ну, это примерно, вот, Юра, вот я поясню для тех, кто в танке. Это проще ограбить Форт Нокс. Форт Нокс – это хранение золотого запаса Соединенных Штатов. Так вот, проще ограбить Форт Нокс, чем обмануть. Я правильно? Сказал. Есть варианты, что там где-то трофейный Калашников или трофейный там гранату какую-нибудь. Может, одну, две, пять продать кто-то может. Это бывает. Но массово контрабанды – это невозможно сделать. Это, во-первых, украинцы следят за этим. Это довольно-таки очень строго. Я приведу пример, чтобы было понятно людям. Вот помнишь, когда были вот эти революции, розовые революции или весенние революции, как они называются по-разному, в Египте и в Сирии? В Сирии была бы советским оружием, российским оружием. И поэтому там они могли российскими танками, ракетами, химическим оружием убивать свой народ. Когда мы кому-то передаем, один из пунктов, что это оружие, которое мы вам дали, вы не можете перепродать никому. Например, Израиль не может перепродать. Или как? У Израиля та же самая система, называется End User. И вот как Эстония хотела израильское оружие передать Украине, в Израиле сказали, нет, вы не можете. Хотя вы его купили, оно принадлежит вам, но оно все равно наше. И мы будем говорить, кому оно может попасть в руки, а кому нет. Вы не можете. И вот, допустим, а в Сирии это было советское, российское оружие. А в Египте было американское. И вот когда там случалась эта революция, египтяне выкатили на площадь американские танки. И мы на следующий же, или в этот же день, им сказали, танки убрать. Вы не имеете права пользоваться американским оружием против своего народа. Оно только против там израильтян, Сирии, еще с кем вы там хотите воевать. То есть против евреев можно? Если они воюют с вами, то, наверное, я не знаю. Я говорю то, что я знаю, что один из главных пунктов, ну, против евреев даже нужно иногда. А против своего же народа вы не имеете права. И они сказали, подождите, мы купили, мы заплатили за эти танки. Мы говорим, да, но все равно вы не можете. У нас вот договор с вами, в этом договоре вы подписали, что если у вас будет революция, бунт, кудетанк, вы не можете ими пользоваться. Против своего народа. Американским оружием. А египтяне тогда нас послали... Да. И мы им сказали, эти танки завтра все встанут. Они не заведутся. Мы их поломаем. И поломаем так, чтобы их больше не починить. И что они сделали? В этот же день они эти танки убрали с площади. Все. И все было чин-чинарем. Все хорошо. Невозможно украсть американское оружие, перепродать его, и оно будет где-то работать, будет стрелять или еще что-то делать. Или они смогут его разобрать на куски инженерного и сделать. Нереально. Поэтому то, что говорят вот эти вот эксперты, сидящие в Вашингтоне русскоязычной, сидящие здесь в Украине, эксперты, эти знатоки, они врут. Они не знают. Я знаю. Я служил там. Я этим делом занимался лично. Тогда в заключение вопрос, Юра. А зачем они это говорят? Зачем, я не знаю. Вариантов в сценарии много. Может, жрать хотят? Может быть, им платят кто-то хорошо. Хотя я не верю, что некоторым из них там платят. Я не верю, что они работают. Может быть, они работают на Сорос. Наш друг, чье имя, мы никогда не упоминаем в нашей программе майор КГБ Швиц. Он явно рупор демократической партии. Даже не демократической партии, а офис администрации Байдена. И он говорит то, что им выгодно. И сегодня мы это видим. И это подхватывается другими политиками. Это подхватывается другими журналистами. Говорит, о, в Украине коррупция. Там надо это расследовать. Надо остановить им помощь. Поэтому мы не даем лэв лейс. Поэтому мы все тормозим. Но это все играет на руку Путину. Конечно, я уверен, что его люди тоже в этом участвуют. И это играет на руку сегодняшней администрации в Белом доме. Некоторые это делают за деньги. Но думаю, что большинство просто полезные идиоты. Ну, тогда в заключении, Георгий, если позволишь, современный украинский анекдот. Значит, встретились Дюймовочка, Белоснежка и Пиздоболка. Ну, Дюймовочка говорит, я самая маленькая. Белоснежка говорит, а я самая красивая. Ну, третий, это понятно. Идут вместе, идут, видят на Дом правды. Здесь вам всю правду рассказывают. Заходит Дюймовочка, выходит вся в слезах. Говорит, а меньше меня есть мальчик с пальчиком. Заходит Белоснежка, выходит вся в слезах. Говорит, а красивее меня Василиса Прекрасная. Выходит Пиздоболка. Реп чешет, говорит, я не поняла. А кто такой швец? Я не ожидал такую концовку. Но анекдот жизненный. Жизненный, жизненный. Тут, как говорится, против жизни не попрешь. Да, но он не один в этом участвует. Есть еще много знатоков и любителей. И вот даже наша конгресс-женщина, конгресс-луман, украинского происхождения, спальца, Виктория, тоже понесла какую-то фигню, что наша республиканская армия, наша республиканская партия, в чего вдруг она это подняла. Ну и опять же, конечно же, это все на руку россиянам, на руку им, показывая, что пытаясь сделать из украинцев каких-то... И сегодня у меня брало интервью Newsweek, журналист, и он вот спрашивал про эту коррупцию, или я знаю, у кого можно купить гранату, пистолет, там и такую контрабанду. И я его спросил, он говорит, пока что, он говорит, не нашел ничего, что подтверждает, что есть продажа или воровство оружия в Украине. Пока что ничего. Я не нашел. Все говорят об этом, но никто показать ничего не может. Ну правильно, это как опять же старая шутка еще времен моего студенчества. Позвонить по первому попавшемуся номеру из телефонного справочника сказать, Иванов, ты дурак. Он, кто говорит? Все говорят. Ну вот это примерно и свое же опера. Ну да, это все говорят. Я сегодня ему сказал, есть такие вещи, когда вот люди начинают говорить это, говорить и верят в это. И ты, если ты в это не веришь, ну ты дурак. Потому что это явно. Ну что явно? Ну это явно. Ну это все видно. Ну это же понятно. Ну что понятно? Ну расскажи мне как бы. Ну что торгуют... Ну все понятно. Что понятно? Торгуют органами. Вот женщины в Украине, значит, красиво тебе что-то подмешивают, а утром ты посыпаешься во льду, и у тебя шрам на спине там, это у тебя украли почку. Значит, вырезали почку. Ну кого-нибудь поймали, ну кто-нибудь видел, ну где-нибудь. Нет, ну это явно. Ну это явно. Нет, ну явно. Ну явно. Ну явно. Явно. И все такое. Это было в Югославии. Ну вы понимаете, что это сложно. Дон же. Это такая целая система. Это просто так. Ты не можешь у кого-то вырезать анус и встать... Ага, а ты продался после этого. Ах, ты это отрицаешь. Ты продался. Ты негодяй. Ты не хороший человек. Это очевидно. Я смог привести пример этому журналисту из Ньюзвык. Это то, что я принадлежу такому народу, про который тоже тысячи лет говорили вещи, которые были явно, а не пьют. Кровь христианских... О, Юра, 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 вот сейчас я хлобысну, вот я тут как раз растворимый кровь христианских младенцев лыхаем. Лыхаем, да. Вот точно. Вот такая вещь, вот такая вещь. И вот если ты в это не веришь, то это значит... Ну вот, и я понимаю, что да, евреи пьют эту кровь. Просто так получается, что в моем окружении никто этим не занимается. Видимо, я в какую-то примененную компанию среди евреев. Что все чеченцы террористы. Вот я тоже слышу очень часто, что все они. Ну все бандиты. Ну все до одного. Знаешь, проведешь там. Есть такие вещи, что они начинают распространять это враньево. Даже вешать эти лейблы на целые народы. И сегодня в 21 веке нам кажется это дикостью. Но это все равно продолжается. Это все равно происходит. И хоть ты головой в стенку бейся. И сегодня, как я уже говорил, это случилось с Трампом. Потом это случилось с Борисом Джонсоном. И сейчас это пытаются они сделать с... Украинцами. С президентом Зеленским, да. С президентом Зеленским во время войны. Ты прав, Юра. Юра, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Но, друзья, я напоминаю две вещи. Во-первых, выводы делал только вам. А во-вторых, слава Украине. Героям слава. До встречи, друзья. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...